Дороги, артерии, которые питают современный мир. Ежегодно в одних только Соединенных Штатах строят 26 тысяч километров новых дорог. Им приходится выдерживать тяжелые грузовики, транспортные пробки, горящую резину. Но как это делают? Тексаркана, Арканзас. Брэд Брэдфорд и его команда прокладывают новое шоссе 245. За один год по этой дороге будет проезжать более 15 миллионов машин. Она должна быть очень прочной. Поэтому используется материал под названием горячая асфальтовая смесь или HMA. Смесь измельченного камня и жидкого асфальта используется для большинства дорог и взлетных полос по всему свету. Большая часть жидкого асфальта делается путем очистки сырой нефти. Но кое-где его не нужно делать. Он рождается естественным путем. Ла Бреа в юго-восточном Тринидаде. Глядя на эти дороги, трудно поверить, что материал для самых ровных на свете дорог добывают именно здесь. Название Ла Бреа по-испански означает «смола» или «деготь». Этот город построили на нем. Это озеро может напомнить вам ваш местный пруд. Но вам не найти здесь уток. Присмотритесь, и вы увидите, что это озеро черное как деготь. Потому что это и есть деготь или природный асфальт. Это озеро глубиной 75 метров, а площадь его более 100 акров. На свете их крайне мало, и это самое большое. С 1867 года отсюда извлекли более 7 миллионов тонн асфальта. Но, как видите, озеро отнюдь не иссушили. Невероятным образом оно продолжает наполняться. Директор производства Пол Филлипс считает, что все дело в щедрости мистической матери озера. Мать озера продолжает производить асфальт. Мы его извлекаем, а она его все делает и делает. Происхождение озера окутано мифами и легендами. Местные индейцы утверждали, что его создала крылатая богиня, проглотив целую деревню за то, что ее жители ели калибри. Наука лишена подобной поэзии. Сквозь трещины в земной коре, появившейся из-за движения тектонических плит, из глубины стала подниматься нефтяносная порода. Газы, подобные метану, испарились, оставив озеро асфальта. Каким бы ни было его происхождение, из этого уникального вещества получаются отличные дороги. Большая часть асфальта мягкая и влажная, и он проглотил бы все тяжелые машины, призванные его извлекать. Поэтому бульдозеры работают на более твердых участках озера. Команда из трех сверхсильных бульдозеров пробивает плотный асфальт огромными гидравлическими рыхлителями. Но есть одна проблема. Асфальт нестерпимо горячий. И это опасные условия для тяжелых машин. При 40-градусной жаре асфальт тает и превращается в нечто подобное смертоносному зыбучему песку. Шами Дворика забирает извлеченный асфальт. И он хорошо знает, как опасно работать на озере жарким днем. Если я здесь задержусь, меня затянет. Поэтому важно наполнить машину, прежде чем колеса завязнут. Но Шами не хочет присоединяться к пожирателям калибри на дне Черного озера. За годы работы на озере он знает, когда надо уезжать. Ежедневно они извлекают до 240 тонн. Проблема в том, что асфальт не готов к использованию. В нем слишком много грязи. Решение лежит в конце этой старой реликвии, которая служит асфальтовому озеру больше века. По этим американским горкам деготь доставляют наверх, где его ждет чрезвычайно теплый прием. Добро пожаловать в адскую сауну. Чтобы извлечь из асфальта примеси, его плавят с помощью сверхнагретого пара при температуре 150 градусов по Цельсию. Неудивительно, что здесь есть особая парная. Каждый день три огромных бойлера нагревают более 100 тысяч литров воды. По этим трубам пар поступает в дистилляторы, где плавится деготь. Четыре человека работают здесь при температуре более 50 градусов. Томас Франсуа трудится здесь 19 лет. Здесь мы очищаем деготь. Очень жарко. Около 50 градусов. Это также чрезвычайно опасно. Но кипятить деготь необходимо. Только так можно удалить грязь. Кипящая смесь проходит через огромное решето с тысячью отверстий. И только после этого высококачественным сырьем наполняют бочки. 650 ежедневно. Ежедневно из каждой партии берется проба. Асфальт для дорог должен быть очень прочным. Поставь это на блюдо. Лаборант Решма Наман проверяет образец на прочность, вонзая в него иглу с силой в 100 граммов. Измерение производится в 1,1 миллиметра. Деготь – очень твердое вещество. Игла не пронзила поверхность. Прочнее не бывает. Проводятся тесты и на содержание минералов, гибкость и тягучесть. Эта партия просто идеальная. Это настоящий Роллс-Ройс среди всех видов асфальта по всему миру. После успешных лабораторных тестов бочки отправляются в дорогу. Сначала в порт Дринидада, а оттуда – в пункты назначения по всему свету. Фильм озвучен студией ВИД.